Священный союз Учреждение Священного Союза, Священного Договора о строении взаимоотношений на Евангельской основе международной государственной. Второй памятник – это храм Христа Спасителя. Он был заложен по инициативе Александра Первого. Эта инициатива тоже имел такой своеобразный характер, своеобразный начин. Царь предложил название этому храму, необычное для православного сознания – «Храм Христа Спасителя». И обычно православные храмы посвящены кому-то апостолам, храм Петра и Павла, храм Иоанна Предтечи, храм Божьей Матери, храм Николая Чудотворца, Серафима Саровского и так далее. А здесь вдруг храм Христа. Почему? У царя было такое пожелание, чтобы этот храм был символом единения христиан всех конфессий. В 1812 году был составлен проект учреждения библейского общества. В 1812 году. Еще во время войны. И тут вы улавливаете связь, наверное. После того, как царь лично встретился с Библией, тут же у него возникает идея о создании в России библейского общества. Он предлагает другу своему, князю Голицыну Александру, стать во главе этого дела, во главе библейского движения в России. Он назначает его президентом библейского общества. В то время было такое своеобразное министерство при Александре Первом. Оно называлось «Министерство духовных дел и просвещение». Иногда его называют «двойное министерство» и «просвещение», и «духовные дела». Это министерство возглавил тоже Александр Голицын по предложению царя. Голицын отказывался от такой должности, когда царь ему предложил, мотивируя это тем, что явно человек светский. Это еще до того, как сам Голицын обратился к Богу, к Библии. Это министерство было создано, и вот царь предложил ему. А Голицын отнекивался. Я, мол, светский человек, я в церковных делах ничего не понимаю. И сам вид, мол, этих монахов в их одеяниях вызывает во мне только отвращение. Как я туда пойду, в эти сферы? А царь настаивал – нет, вот ты возьми. Я тебе как другу предлагаю. В конце концов уговорил его. Ну, первый раз Голицын пришел на заседание Священного Псенода, где сидели там епископы, патераполиты, духовенства. И по долгу службы он начал вникать в это дело. Духовные книги читать, и в частности, Евангелие. Постепенно, постепенно вдруг стал ему открываться истина. Вначале по долгу службы, просто формально, чтобы, как говорится, въехать в новую должность. А потом это непосредственно душу его повлияло. Он обратился, изменил образ жизни кардинальным образом. И потом уже царю предложил, чтобы и царь к Библии приобщаться тоже. Такая вот биография тоже своеобразная. Президентом Библийского общества был назначен князь Голицын. И там же у сотрудников этого общества и, опять же, по инициативе Александра Первого, возродилась вот эта идея. Начать перевод Библии на русский язык. Значит, царь эту идею подбросил сотрудникам Библийского общества. Они ее восприняли как руководство к действию. Библийское общество строил свою работу на межконфессиональной основе. Среди сотрудников были православные, католики, протестанты. Все трудились вместе в этой сфере библейского дела. Такие протестанты были? Ну, про протестанты иностранные, иностранного происхождения. Немцы, немецкие пасторы, англичане. То есть, у него это общество входило, да? Да, они стали сотрудниками этого общества на межконфессиональной основе. Главная цель библейского общества – издавать книги Священного Писания на языках народности и распространении их, естественно, по Российской империи. Вот туда же от царя поступило предложение, чтобы сделать Библию и на родном российском наречии. Была подобрана группа переводчиков для этого дела. Во главе команды переводчиков, во главе этой дружины поставили вот этого человека. Здесь он в полном, праздничном, торжественном облачении. Это Филарет Дроздов. В то время он был ректором Петербургской академии духовной. Филарет, это имел, да? Да, Филарет Дроздов. Митрополитный? Да. Тогда он еще не был митрополитом. Он был ректор Петербургской академии, а потом со временем стал митрополитом московским. И это была личность незаурядная, а универсальная по своему складу. Он был богослов широкого профиля, пастырь и государственный деятель. Человек, который участвовал во многих государственных проектах, мыслил по государственному. В академии, где он был ректором, где он преподавал, он мог вести практически весь набор богословских предметов. Читал лекции почти по всем предметам богословским. Он настоял на том, чтобы в академии преподавали на русском языке. Это было его новаторство смелое. Вот почему-то тогда такая была установка, что даже преподавание в академиях велось на латинском языке. Не на церковном славянском языке, а на латыни. Что его ходатайством отменили. И кроме своих богословских трудов во всех сферах, Филарет был таким мудрым пастырем, мудрым духовным наставником. Он вступил в стихотворную переписку с Пушкиным. Долгое время вел стихотворную переписку. Александром Сергеевичем. Когда Пушкин впадал в состояние хандры, депрессии с ним это часто повало. Филарет улавливал такое настроение. Следил за состоянием Пушкина внутренним. В таком состоянии Пушкин начинал писать и упаднические стихи, ну типа о жизни, дар напрасный, дар случайный. Жизнь, да, зачем ты нам дана. Когда Филарет прочитал это стихотворение, он отправил Пушкину ответ. Где-то здесь вот есть ответ. Интересно, что вы видите. А можно вывод на Дерексееве? Да можно, конечно. Вот ответ Филарета на стихи Пушкина, семистические стихи о жизни, об отношении к ней. Не напрасно, не случайно, жизнь от Бога мне дана. Не без воли Бога тайны и на казнь осуждена. Сам я своенравной властью зло из темных безднов возвал. Сам наполнил душу страстью, ум сомнением взволновал. Вспомнись мне, забвенный мною, просияй сквозь сумрак дум, и созидится тобою сердце чисто, светлый ум. Здесь как раз Филарет подметил дух эпохи. В то время молодежь тогдашняя, дворянская, увлекалась французской модой. Ну не только одеждой французской, но и литературой, поэзией. Много таких вот стихов французских, потом влияния философов французских, которые отрицали Бога, сомнений сеяли и так далее. Вот Филарет это все здесь уловил. Экоху просвещения, да. Модернизм. Да, модернизм стал зарождаться. Конец 18 века, 18 века. Модернизм, да. Да, начало 19 века. Когда Пушкин получил это стихотворение, он задумался и написал ответное свое стихотворение, небольшое. Стихотворение, посвященное целительному влиянию пастырского слова. Это стихотворение он посвятил как раз Филарету. Есть первая редакция данного стихотворения, где прямо буквально имя Филарета поставлен. А потом Пушкин после последующей редакции убрал Филарет и поставил другое слово. В любом собрании сочинений можно найти этот стих Пушкина. В часы забав и праздной скуки бывало лирия моей, вверял изнеженные звуки безумства, лень, лень и страстей. Ну и тогда струны лукавые, невольно звон я прерывал, когда твой голос величавый меня внезапно поражал. Я лил потоки слез нежданных, и раном совести моей твоих речей благоуханных отраден чистый был елей. И ныне с высоты духовной мне руку простираешь ты, и силой кроткой и любовной смиряешь буйной мечты. И вот последний куплет, где имя Филарета указано. Твоим огнем душа согрета, отвергла блеск земных сует, и внемлет арфи Филарета в священном трепете поэт. Затем был изменен, последний куплет и Пушкин написал так. Твоим огнем душа полима, отвергла мрак земных сует, и внемлет арфи Серафима в священном ужасе поэт. На проповеди Филарета обращали внимание не только Пушкин, но и Гоголь, другие поэты, писатели. Они даже их переписывали, заносили в свои блокнотики. И вот эти письма Гоголя, как считают исследователи, переписка Гоголя, похожие на проповедь. Многие письма Гоголя, это как проповеди христианские. Тоже во многом навеянные беседами, служением, да, в арето. В арето до раздруга. Итак, вот этого человека назначили главным переводчиком, научным руководителем команды переводчиков. А он с Гоголем не общался, не говорил. Вот напрямую-то я не знаю, встречались они или нет. Но Гоголь читал проповеди, следил за его духовной деятельностью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok